Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами прекрасная оперная певица, человек с большим голосом и большой душой. Это Мария Гулегина. Мария Гулегина – одна из известнейших оперных певиц мира. Ее называют русской золушкой и русским сопрано с вердиевской музыкой в крови. Профессиональная карьера Марии Гулегины началась в Минском государственном оперном театре. В 1987 году она получила приглашение выступать в Италии в легендарном театре Ласкало, а несколько лет спустя приняла решение окончательно уехать из СССР. За годы блестящей карьеры Мария Гулегина выступала с самыми известными певцами, среди которых «Луча на повороте», «Пласида Доминго», «Лео Нуччи». А также с такими дирижерами, как Рикардо Мути, Джеймс Ливайн, Зубин Мэтта, Валерий Гергиев и другими. Мария, ваши поклонники во всем мире отдают должное не только вашему прекрасному голосу, но и вашему драматическому таланту. Не возникало ли у вас желания попробовать себя исключительно на драматической сцене? Вы знаете, очень интересно, но, наверное, все-таки я профессионал в своем деле, и я уважаю свою профессию и уважаю профессию актеров настоящих, которые владеют словом, которые владеют красками голоса именно разговорного. Я, наверное, скорее всего, что могу это делать только когда я пою. Но так получилось, что в детстве, где-то в классе четвертом, к нам пришли в школу, всех подняли и сказали «ты и ты в учительскую». Это вот был такой вот просмотр для фильма, по-моему, «Цветы для Оли» или что-то такое. И я зашла, им уже все, ой, такая девочка, ну, тоненькая такая, черненькая, все как надо было, и еще поет. И спросили, а что ты любишь делать? Я только хотела сказать, что я люблю делать. Заходит классная руководительница, говорит, очень серьезная девочка, занимается классной работой, очень хорошо учится. Они сказали, ага, окей, хорошо, спасибо большое. То есть не сказали, что бандитка, лазит по деревьям, вот только то, что надо было, да? Ничего этого, а я бы сказала, вот люблю это, люблю это, люблю гонять на велосипеде, люблю, там, животных, ну, вот такая вот, люблю петь, танцевать. Нет, вот очень хорошая девочка занимается. Вы дали ваше пионерское резюме и не было этого. Да, да, да. И вот не случилось. Ну, я думаю, что, вы знаете, у каждого своя профессия. Я очень люблю свою профессию. Мне так нравится, когда я нахожу образ, и когда я могу играть красками именно голоса. Это самое интересное. Вот, знаете, как открытие чего-то. Вот это самое важное. А вот и там наследить, и там наследить, и там, это я не хочу. Ну да, у вас, безусловно, очень преданное отношение к своему делу. Ну да, я не пою кроссовер. Вы бы даже не стали рассматривать предложение. Я просто вспоминаю, как Галина Павловна Вишневская уже практически в свои там очень-очень зрелые годы, помните, она снялась у Сокурова. Это ведь было великолепно. Но я думаю, что я еще доживу сначала до своих очень-очень-очень зрелых лет. И тогда, когда у меня уже голос, может быть, не будет отвечать, и артистическая натура будет во мне рыдать и плакать, что пустите меня на сцену, может быть, я тогда пойду. Вы очень часто говорите теплые слова в адрес своих наставников, своих первых учителей, людей, которые вас сопровождали. А у вас с годами рождается какое-то чувство и желание самой выступить в качестве наставника для кого-то? Это очень больной вопрос, потому что когда-то я была приглашена в Минскую консерваторию и помогала, и обучала, и даже все эти певцы поют. Но я не почувствовала вот той вот любви и той преданности, вот той, которую я имею к своим педагогам. Для меня, вот мои учителя, это наравне с моими родителями. Вот как я обожаю своих родителей, я так обожаю и благословляю каждую минуту, вот что у меня была с моими преподавателями. Евгений Николаевич Иванов, светлая память ему, и Людмила Ильинична Иванова, которая, слава богу, еще жива. И человек единственный в мире, который мне сейчас звонит и говорит, «Деточка, как твои дела?» Вот деточка я, понимаете, я вот в свои зрелые годы, вот единственный человек, для кого я деточка осталась, это она. И, конечно, вечная память моему первому дирижеру и учителю Ярославу Антоновичу Ващику. Так что я их всегда помню, и забыть их невозможно, потому что все, что я умею, все то, что я смогла сохранить до этого часа, это все они. И, конечно, мне Господь дал на пути еще одного педагога, Крэга Рутенберга, с которым я уже начала заниматься, когда я была уже такая крепкая певица. И, конечно, мой коуч Макс Була из Ласкала. Вот это вот моя команда, которые никогда мне не соврут, которые в лицо мне скажут все, что есть, не побоятся, и вообще скажут так, как надо. Я почему задала этот вопрос? Потому что мне кажется, что вот такая профессия, как ваша, она вот передается буквально из рук в руки. Если бы нашлись благодарные руки, которые захотели бы взять у вас эту профессию, потому что ваши заслуги тут без всяких преувеличений, они, конечно, огромные. Сейчас уже третий раз Большой театр мне доверяет давать мастер-классы солисткам Большого театра, молодым певицам. Просто потрясающие девочки есть, потрясающие. И я очень рада, что они мне доверяют это, и заниматься именно с каждой из них. Я ненавижу вот эту форму, знаете, когда на сцене стоит несчастная певица, да, и такая вот звезда, и человек пятьсот там, и когда вот это вот начинается, знаете, как стендап-шоу вот такое, это подло по отношению к певцу молодому, и неправильно, и ничего хорошему не научит. И кроме сбора денег ничего не даёт, поэтому я на это не соглашаюсь. Если говорить не о педагогах, а о партнёрах, то это тоже, мне кажется, безусловно, те люди. Если тебе повезло с партнёром, то это человек, от которого тоже можно многому научиться. Конечно. Вот самый любимый, конечно, Пласядо Доминго, но, к сожалению, я не могу с ним петь все спектакли, потому что у него свой график, у меня свой, но он для меня не только как коллега, дирижёр, директор театра, но он дважды меня возвращал в профессию, потому что когда мама умерла, я не хотела ни петь, ничего, и когда потеряла ребёнка. И он повёл себя настолько правильно, настолько по-человечески, что вот эта вот трагедия для меня стала, ну, как бы, знаете, вот так вот чуть в сторону, я просто отвлеклась на другое. И вот есть люди такие, которые очень важны вот в жизни. Вот, например, Валерий Абисалович Гергиев, он меня вернул в Россию. Ещё в 91-м году он пришёл ко мне домой и сказал, что давай, давай, давай Россию, надо поднимать, надо Мариинский театр помогать, надо, ну что ты вот тут одна. Ну да, и я прилетела туда, в Мариинский, и я прилетела в Нью-Йорк тоже помогать. И вот Валерий Абисалович меня вернул в Россию. Он вообще такой патриот, и он не только вот дирижёр, музыкант, который учит там и делает музыку, но он и своих людей, друзей своих, потому что я считаю себя его другом, огромная честь, он вот как-то вот пытается вот показывать, что важнее в жизни всего. Моя любимая Ирина Санна Винер, неизвестно от чего, как, почему, вот именно она мне звонит, приглашает на день рождения. Я говорю, да, да, я сейчас приеду, вот сейчас вот быстро-быстро, вот сейчас соберусь, меня сейчас на геликоптере должны везти. Она говорит, какой геликоптер? Я говорю, ой, мне там что-то в сердце нашли, там. Ой, ну это ерунда. Я была уверена, что ерунда. Я была уверена, да ерунда какая-то. Она говорит, сидите сейчас. В течение часа у меня был самолёт, настоящий медицинский борт. Меня забрали, переправили в Мюнхен, и через день сделали операцию. То есть оказалось вовсе не ерунда, всё очень серьёзно. Я умирала, оказывается. Из-за того, что я вот такая, что даже если мне плохо, да, я буду всё равно бегать, я буду доказывать всем, что мне хорошо. Я собак забила больших. Знаете почему? Чтобы выходить на прогулки с ней? Да, потому что я думала, что это меня лень мучает уже. Я думаю, ну что это, вот я приехала домой и легла на диване. Ну что это такое? Ну не годится. Нужно встать и выйти гулять. Это как бы стремление к жизни. Вот с детства. Вот когда родилась неполноценной, да, вот эти, вот до двух лет не вставала, потом с двух до четырёх, вот эти ортопедические. Всё время мне чего-то хотелось, танцевать, петь, что я не понимала, ну как это так вот можно так вот взять и лежать просто, понимаете? Так что и жизнь вот даёт вот таких вот людей на дороге жизни, которые вот тебе просто вот, и ещё вот то, что они твои друзья, это считаю, что это вот, ну просто как божий дар. Вы являетесь одной из первых исполнительниц российских, ну или скажем так, из бывшего СССР, да, потому что вы жаль, вы за границу с Беларусью. Да, да, да. Которые состоялись за рубежом, которые были великолепно приняты, у которых сложилась прекрасная карьера. То, как меняется вот мировая опера с годами, вас скорее настраивает на пессимистичного или пессимистичного? Я к тому, что установится ли больше бизнеса в том, что называется высоким классическим искусством? Вы знаете, не хочу быть, как старая графиня в пиковой даме, но, увы и ах, а опера становится бизнесом. Сегодня молодёжь не хочет и не думает о том, чтобы как лучше спеть, а не думает, что бы лучше получить, где бы лучше вот выскочить, где-то что-то. И они не думают о качестве пения. Все желают друг другу успеха, триумфа. Но никто не думает о том, что самый главный триумф, когда ты победишь себя, когда ты будешь сам рад тому, что ты нашёл. Сегодня слишком много вот этого шума, пыли, но пыль, она и есть пыль, она всё равно осядет. Если говорить о работе над очередной партией, репетиция – это то, что приносит вам удовольствие? Да, да, да. Я вот просто обратила внимание, что у артиста бывает по-разному. Для кого-то репетиция – это тяжёлая работа, и всё самое интересное начинается, когда спектакль начинает жить на сцене. Нет, да, правильно, правильно. Интересное, потом начинается такая импровизация. Но для того, чтобы всё было интересно и всё правильно, нужно это всё отрепетировать. Но отрепетировать как? Не в том плане, что тысячу раз это повторять, а продумать. И самое главное, когда правильный режиссёр, и когда он даёт какой-то вот импульс задуматься об образе, о том, вплоть до того, что вот что у меня сейчас в левом кармане или в правом, понимаете? Вот что у героини? Где она была? Что она ела? Что, понимаете, вот сказать… Ну да, самый настоящий разбор, который… Ну да, спеть фразу так, чтобы этот подумал это, этот подумал это, а публика услышала другое. То есть многоплановость, понимаете? Вот это самое главное. Чтобы по голосу было слышно, она любит, ревнует, издевается, или она играет, что ревнует, вот как в тоске. Это очень интересно. Вот это всё находить, особенно когда роль новая, и нужно вот приехать и вот копать, копать, копать. Это очень интересно. Какая из ваших героинь сейчас наиболее созвучна вашему внутреннему состоянию, вашему взгляду на жизнь? Никакая. У меня все или убийцы, или… Ну, может быть, не буквально во всём, а в каких-то своих проявлениях? Орлеанская. Ну так, какая поближе стоит к вам? Джованна Дарко, Орлеанская. Орлеанская. И Анна, да. Вот это вот в бой, идти, что-то добиваться, чего-то хорошего, спасать. Наверное, она. Если говорить о каких-то перспективах, желанных перспективах, то чего бы вам хотелось? В творчестве, конечно. Петь, петь и петь с хорошими дирижерами. Есть какая-то премьера, которую вы там себе задумали и ожидаете с большим нетерпением? Вы знаете, так получилось, что вроде бы всё я спела, всё, что хотела, кроме «Фанчули де Уэст» и «Джаконды». Вот это я бы хотела ещё спеть. Я не хочу сейчас спеть какие-то роли, которые, если они меня не заинтересовали в молодости, вот в самом начале, если я их не делала, значит, они мне не очень интересны. Я 15 лет работала, чтобы спеть травиату. Я её спела. Сейчас я понимаю, что, в принципе, миллион есть молодых девочек, которые споют травиату легко. Но, может быть, конечно, это не такая травиата, о которой я думаю. И я понимаю, что, может быть, мои какие-то желания, может быть, не совсем идут вместе с желанием публики. И я поэтому какие-то вещи не пою. я очень-очень люблю норму. Очень. Но я уже объявила, что я её спела последний раз в Москве. Очень жалею, потому что потом было столько и писали, и журналисты писали, как, как можно вот на такой стадии оставлять норму. Как? Не знаю. Вот я сказала, оставляю. Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь я спою старую графиню. В пиковой доме? Да, ну, лет так через много. Но пока вот я хочу петь то, в чём я себя чувствую спокойно и легко. Не не душевно, а вокально. Макбет, Набука, Тоска, Манон Лиско, Аида. Вот у меня будет Аида на стадионе с Пласида в Амстердаме. Да, я же сейчас готовлю, ой, премьеру готовлю в Мариинском театре. Будет с Валерием Бесалычем в «Эспрессе Чилиане». Но я это уже пела в Вашингтоне. Пласида Доминго дирижировала. Это было лет 12 назад. А вообще взаимоотношения артиста с его голосом это вообще отдельная история. Кроме того, что он требует, чтобы его оберегали, мне кажется, тут есть ещё какой-то другой уровень отношений. Вот как это меняется с течением времени? Ну, это всегда так. Сейчас проще договариваться с Вашим большим голосом? Или сложнее? Он обнаглел. Он обнаглел, и он знает, что я очень так его всегда лелеяла, и я никогда не буду разговаривать накануне спектакля. Даже мой маленький сын знал, что нельзя со мной разговаривать в день спектакля. И мы с ним играли в такую игру, называется телевизор. Выключили звук? Выключили. В конце нашей программы обычно прошу гостей продолжить фразу «Я люблю то, чем занимаюсь, потому что…» Это моя жизнь. Спасибо Вам за этот разговор. Не за что. Очень рада. Очень приятно было Вас видеть. Спасибо большое. И, конечно, удачной премьеры. Господи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok